Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Прямо с грядки по низким ценам. В Чебоксарах начали работать ярмарки «Дары осени». Обратный отсчет до Дня знаний строительства кадетского корпуса вышло на финишную прямую. Городу Химиков, 58, Новочебоксарск отметил День города. На личном контроле. Глава Чуваши ежедневно проводит планерки на стройплощадке Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова. Свежие новости со стройки года смотрите в нашем следующем сюжете. Каждое утро совещание главы республики с руководителями организаций, задействованных в строительстве кадетского корпуса, начинается здесь. На объекте работа в буквальном смысле кипит. Территория вокруг корпуса преобразилась. Начался монтаж сухого фонтана. По периметру появились светильники и фонари. В ближайшее время решится вопрос с их подключением. Эти кабеля проложили, светильники поставили, все подключать. Когда срок по светильникам подключения? Завтра, в год электросети, во вторник шкаф монтируют. В среду должны подать уже по постоянной схеме уличное освещение. Светильники будут гореть в среду? Да, в среду должны обязательно, по постоянной схеме должны гореть. Особое внимание плацу. Рабочие начали укладывать там брусчатку. Решили в серую же плитку заложить. Да, вот то, что наши плиточники, они заложат серую плитку. Торцы также под цвет фасада делали. Когда? Сегодня приступаем. Продолжается и внешняя отделка здания. Что касается внутренних работ, то на лестничных пролетах установили ограничители. Постепенно во всех помещениях появляется мебель, а на кухню установили оборудование для приготовления пищи. Медицинские кабинеты также завезли все необходимое. Что касается спортзала, то сейчас там приступили к монтажу напольного покрытия. Там уже первый слой есть. Сейчас второй начали стелить. Сейчас мы его закрутим, чтобы туру можно было ставить. Все хорошо. Услышали мы. Где что, как и чего. Так, теперь здесь окна когда начнем мыть? Это безобразие. Сейчас надо очень много чистить. Тут еще вода, сейчас фанеру. После того, как мы там уже линолеум или там вот этот мягкий материал положим, поздно будет. Мытьем окон в ближайшее время займутся промышленные альпинисты. А после того, как в спортзале уложат специальное покрытие, сюда завезут спортивный инвентарь и тренажеры. Около полутора месяцев в зависимости от погоды остается до старта отопительного сезона. Сейчас к этому периоду готовят объекты энергокомплекса. Работают по графику, отметил заместитель министра строительства Чувашии Владимир Максимов. Средний процент готовности объектов энергокомплекса на сегодняшний день 80,5. Впрочем, есть и отстающие муниципалитеты. Достаточно активно ведутся работы по подготовке объектов к коммунальному хозяйству в пяти муниципальных образованиях, где средний процент готовности объектов менее 70. Это город Канар, Шумерля, Шуберинский район, Ядринский, Аллатрский районы. Напомню, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не поднимается выше плюс 8 градусов. Первым делом тепло придет в больницы, садики, школы и другие социальные объекты. Затем в жилые дома. В России полным ходом идет уборочная. Более чем с половины площадей урожай уже собран. О ситуации в Чувашии говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. Ну и напряженная пора у нас по уборочным работам. В принципе, ровно так идет уборочная страда. Но с другой стороны, погода тоже благоприятствует в этом году как никогда. Для сбора урожая погода действительно идеальная. Однако, пока все зрело, не хватало дождей. В результате, по всей стране урожайность ниже, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом урожайность ниже по стране на 7 центнеров с одного гектара. В Приволжском федеральном округе 14 миллионов 713 тысяч зерна намолочено. Урожайность ниже на 9,2 центнера с одного гектара. Что касается Чувашии, то ситуация лучше, чем в среднем по России. С одного гектара наши аграрии не доберут всего чуть больше трех центнеров. По данным на сегодняшнее утро, в республике зерновые и зернобобовые собрали почти на 70% площадей. В прошлом году к этому времени убрали только половину. Если сохранится хорошая погода и работы продолжатся таким же темпами, полностью урожай зерновых и зернобобовых уберут в первой декаде сентября, отметил министр сельского хозяйства региона Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. Предприятие Республики наращивает объемы заказов для нужд Министерства обороны. Наладить взаимовыгодные контакты разработчикам инновационной продукции помогает Международный форум армии. С деловой миссией в Московскую область отправилась и делегация Чувашии. Один из экспонентов – завод по выпуску мобильных укрытий. Подробности у Дмитрия Ковалева. Такому ангару не страшны ни экстремальные холода, ни ураганы, ни сейсмоудары. А это то, что действительно необходимо военным. На счету завода «Волгостальконструкция» десятки успешно выполненных гособоронзаказов. География поставок продолжает расширяться. Мы вставили тентомобильные укрытия, начиная от Калининграда и до Улан-Удэ. Мы ставили от севера до Крыма. Везде они показывают себя только с наилучшей стороны, как укрытия, которые позволяют укрыть от мороза, от холода, от ветра, от дождя, от сырости, от влаги. Такие объекты комплектуют кондиционерами, вентиляционными трубами, системами для тушения пожаров. Продукция предприятия лицензирована Министерством обороны страны. На заводе выпускают мобильные тенты для военной техники, ангары для самолетов и вертолетов. Нашу технику необходимо сохранять, сохранять от различных климатических, погодных и иных факторов. Уже установлено более 380 единиц таких объектов. Они очень востребованы для Министерства обороны. На Международном военно-техническом форуме предприятие «Волга сталь конструкция» участник постоянный. Немало контрактов заключили в прошлом году. Интерес партнеров к продукции завода вполне объясним. Они могут как быть установлены, так могут быть демонтированы, перевезены и установлены в другое место. Они менее трудозатратны, они также и более дешевы, чем стационарные объекты. Большую заинтересованность оказывают еще и гости у нас с ближнего и дальнего зарубежья. Имеются запросы на рассмотрение и поставку наших тентомобильных укрытий для стран, дальнего зарубежья. Металлоконструкции предприятия также применяют при строительстве торговых объектов, зерноскладов, коровников, теннисных кортов и ледовых арен. На нужды Минобороны Чувашский завод работает вот уже 4 года. Глава региона отметил, что участники форума производят востребованную продукцию. Наши организации выставлены здесь, на этой выставке достойно. Они выполняют государственный заказ по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации по выпуску товаров оборонно-промышленного комплекса. Работают ответственно, выигрывают конкурсы. То, что делают на самом деле, делают с честью, достойно, как настоящие патриоты нашей любимой Российской Федерации. На тентомобильные комплексы в военном ведомстве делают ставку. Реализовать стратегические задачи Минобороны предприятие готово. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. В эту субботу в столичных школах прозвенит первый звонок. О готовности образовательных учреждений к новому учебному году говорили на еженедельном совещании столичной администрации. Недостаточное уличное освещение, нехватка камер видеонаблюдения и отсутствие системы контроля и управления доступом. Эти замечания выявила специальная комиссия. Недостатки устранены, вся школа и детские сады Чебоксар прошли приемку. А вот выборочную проверку свободного доступа на территорию учебного заведения прошли не все. Из 44 учебных заведений в 14 можно спокойно проехать или пройти. 31% проверенных учреждений не соответствуют требованиям. К этому вопросу уделяется серьезное внимание на всех уровнях, вы это знаете. И данные факты свидетельствуют о том, что должная работа с руководителями не проводится. У нас время еще есть. Прошу эту работу провести, усилить, проводить проверки. Сотрудники ГИБДД также проверили наличие пешеходных переходов, ограждений, дорожных знаков и разметки вблизи учебных заведений. В настоящий момент все пять предписаний выполнены. Осталось невыполненным. Это установка пешеходных ограждений около четырех школ. Школа 12, 61, 53, 49. Это связано с тем, что у нас разыгран конкурс на установку этих ограждений. До 30 августа по условиям конкурса эти ограждения будут поставлены. В настоящий момент работы ведутся. В день знаний будут действовать дополнительные меры безопасности. Более 300 сотрудников полиции отвечают за охрану общественного порядка. За каждой школой детским садом закреплен экипаж ДПС. За сутки до начала учебного года с применением технических средств и служебных собак будут повторно обследованы все школы с прилегающими территориями. После чего все школы до завершения мероприятий будут приняты под охрану. Профилактическая работа проводится с детьми и родителями. Организованы уроки безопасности и тематические встречи. Акция «Внимание, дети!» продлится до 9 сентября. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Вкусное, натуральное, свое. В Чебоксарах начали работать сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени». В этом году торговых площадок стало еще больше. Где можно купить продукцию местных аграриев, узнаете из нашего сюжета. На этой площадке в Новоюжном районе столицы ярмарка «Дары осени» открылась впервые. Для фермеров здесь обустроили деревянные павильоны. Всего около 30. На прилавках самые разнообразные продукты. Мед, рыба, сырые колбасы и, конечно, овощи и фрукты. От домашних яблок и груш до сортового винограда. Вот замечательный сорт «Релайн Спинг Сидлис». Это американский сорт. Киш-миш, без косточки. Мясистый такой, сочный, мясистый. Гроздь – это 1,3-1,2 кг. Даже вот на рынок пойдешь, вот таких вот на рынке нет таких гроздей. По соседству торгуют саженцами плодовых деревьев и кустарников. Здесь же можно запастись семенами. Возьмите попугайные, что я вам советую. Вы нигде не видите попугайные такие. Поздние они, в июне, зацветают. Овощи прямо с грядки. Картофель, морковь, лук, свеклу и капусту аграрии привозят тоннами. Цены не кусаются. К примеру, килограмм картофеля стоит всего 10 рублей. Мы сегодня вывезли и картофель, свеклу, морковь, капусту. Ну и продукция собственного производства. Это мы на своем филиале, в Севицком хлебоприемном предприятии. Мы производим крупы в ассортименте. То есть и полбяная крупа. В прошлом году начали выпускать гороховую крупу. Подобные ярмарки будут работать по выходным в течение двух месяцев. В городе для этого определены семь крупных площадок. Это у нас Новогородский. Улица Новогородская в Новом городе. По проспекту Айги в Юго-Западном районе. Территория Юго-Западного рынка тоже задействована. И задействована территория торгового комплекса Северный. Также основной площадкой является торговый дом Николаевский. Кстати, на трех точках – рынках Северный и Николаевский, а также торгового комплекса Мадагаскар – организована бесплатная доставка продукции. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Новочебоксарск, 58. Праздничные торжества в городе Спутники прошли в эти выходные. Жители муниципалитета приехал поздравить и глава Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Строим будущее Чувашии! Строим будущее России! Когда мы вместе, мы всегда побеждаем трудности. В единстве наша сила. Когда мы вместе, мы непобедимы! А вот так местные жители признаются в любви к родному городу. К 58-летию здесь подготовили грандиозное шоу об истории Новочебоксарска. Наш город есть, а в нем есть ты и я. Новочебоксарск, мы любим тебя! На большом экране хроника строительства ГЭС и Химпрома, благодаря которым здесь и появился город. На центральном стадионе песни, танцы, парад машин, ровесников муниципалитета. Город-спутник развивается динамично, и это отмечают его жители. Город на самом деле процветает. В каждом почти дворе построены спортивные площадки. Мы каждую пробовали, как спортсмены, естественно. И, конечно же, нас поражает чистота этого города и уют. Все улыбаются и прекрасно-прекрасно проводят время. По-моему, это здорово. Интересно было сегодня в городе? Очень! Да, не устали? Нет, мы приезжие. Здорово! Приезжие? Да. Откуда? С музонской. К празднику в муниципалитете благоустроили дворы и отремонтировали дороги. Из бюджета на эти цели направили многомиллионную сумму. Продолжается модернизация городской больницы, наметился рост инвестиций, улучшаются демографические показатели. Местные власти реализуют эффективно и национальные проекты. Нашему городу ежегодно выделяется более полутора миллиардов рублей. На эти средства ремонтируются дороги, дворы, больницы, школы, детские сады. Сегодня на площадках города реализуются федеральные и исполиканские программы, направленные на благосостояние и комфортное подживание его жителей. Глава региона отметил, что поддержка инициатив муниципалитета будет увеличиваться и дальше. Развивается экономика, развивается социально-культурная сфера, улучшается социальное самочувствие горожан. Как было 5 лет назад, как было 10 лет назад, как сегодня меняется облик города, я это ощущаю по разным вопросам. Самая главная задача наша – воспитать достойное молодое поколение. Среди горожан в этот день стало больше и заслуженных работников. Передовикам труда глава Чувашии вручил госнаграды. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Наша землячка, фристайлистка Лана Прусакова завоевала бронзу в Новой Зеландии. 26 августа новочебоксарская спортсменка стала третьей в чемпионате мира среди юниоров по фристайлу в новолозеландской кордроне в дисциплине Big Air. Турнир по этой дисциплине, недавно включенный в программу Олимпиады 2022 в Пекине, в рамках первенства планеты, проводился впервые. 29 августа Лану ждет следующий этап соревнований, где ей предстоит выступить в привычной для нее дисциплине слоп-стайле. 27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник – День российского кино. А сразу после информационной программы «Республика» смотрите интервью по существу. Гость студии Сергей Щербаков, автор сценария художественно-документального фильма «В Красном море». Смотрите кино и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин